всем привет вы смотрите мультикплеер и сегодня я расскажу покажу шоу кейс обзор существ которые в лсс ивенте land sky sea давайте начнем с первого существа которые получаем за первую миссию первая миссия у нас для наземных существ и это существо ugdragstrix друзья подпишитесь на канал мультикплеер вот смотрите такое большое существо с листьями с ветвями давайте его смотреть у него классная ветка хвост много ветвей на спине и смотрите можно менять цвет листиков вот этой ауры даст нажимаем и вот делаем свет листьев такой какой хотим самец и цанки отличается наличием таких вот ветвей и усов либо сзади под хвостом посмотрите когда он маленький он похож на гориллу обезьянка такая идет ugdragstrix это большое существо похоже на млекопитающее которое бродит по лесу его грациозный шаг резонирует в лесу маленькие летуны любят ездить на рогах и dragstrix а поскольку их шаги грациозны и не совершают резких движений если их не спровоцировать существа на самом деле могут путешествовать вдоль врагов их dragstrix а он может переносить только ранг 1 и 2 вдохновление из мультика хороший динозавр и dragstrix очень мягкий и спокойный обитает в лесных районах он в основном вдохновлен скандинавской мифологии о дереве игдрасиль его большие рога вдохновлены рогами вымершего олени также он вдохновлен этим динозавром из мультика хороший динозавр в теории игдрагстрикс произошел от старого корня дуба его драгоценные камни вдоль его тела служит большой целью в образе существования dragstrix а вам повезло видеть светится ли один из них потому что считается что это альфа вид в своем роде давайте посмотрим его характеристики и dragstrix здоровье 12500 выносливо 125 урон 50 скорость 18 ходьбы 48 бега аппетит 150 ночное видение 2 из 3 это всеядное существо наземного типа весом 70000 время роста 90 минут 5 уровня защита от кровотечения 85 процентов его способность на ку это восстановление еды она восполняет аппетит ближайших существ при активации с двухминутным временем восстановления посмотрите вот его такой агро а во время агро посмотрите как красиво и интересно загибается его хвост ветка прям так под прямым углом чуть ли не ломаясь со звуком очень совпадает вот он сел и виляет своим хвостом веткой и постукивает лапками вот он лег посмотрите у него есть еще анимация подъема и опускания головы послушаем его звуки да очень красивое существо с ветками какое у нас еще есть существо с ветвями это соуквари на прям один летающий на другой наземные и нимфосухос еще для воды давайте посмотрим теперь следующее существо которое нам давалось за вторую миссию это аура рон отличие самца от самки вот таким вот усами и гориллой можно так сказать наверное такие вот у него анимации агро вот он сел лег он очень красиво светится особенно в темноте в сумерках послушаем звуки аура рона аура рон тяжелые морские существа редко можно увидеть как они когда-либо всплывают на сушу это большие сильные бойцы которые не отступят в драке остерегайтесь воды иначе вы можете стать ее следующей едой у аура рона такой же стиль охоты как у крокодила он сидит в воде и ждет пока что-то появится и жестоко топит добычу первоначально планировали что аура рон будет в награде за миссию так же как остроте мелитруа арсона свамора но потом переделали его в лсс вивент это существо изначальная модель немножко была по-другому его редизайн мы видим уже сейчас он вдохновлен глубоководными рыбами давайте посмотрим его характеристики здоровье 7000 выносливость 70 урон 500 скорость 18 ходьбы 55 бега аппетит 100 ночное видение 4 из 3 это значит он ночной сталкер у него есть разгон 1 и 3 это хищник полуводный 20000 веса время роста 75 минут пятого уровня 20 процентов защита от кровотечения 5 кровотечения у него зазубренные зубы она накладывает отрицательный эффект на цель при укусе который вдвое снижает скорость исцеления от кровотечения и длится 40 секунд подпишитесь на канал мультик пр если вы еще вдруг не подписаны а мы сейчас продолжаем обзор наших существ с лсс и вента так следующее существо которое за третью миссию летунами летающими существами это волкири и сейчас посмотрите самец от самки отличается вот у него такой щит как у вардена а у другого нету как волкирия это существо живет очень долго старые записи говорят о тысячах лет есть много историй о валькириях например о том что они происходят из города асгарда они грациозно парят в воздухе и если их увидят говорят что это к удаче это длинное китообразное существо с отрицательной атакой и посмотрите валькирия может видеть уровень здоровья а также нанесенный урон у других существ концепция как морской дракон асгарда вот это вдохновление из скандинавской мифологии и морских драконов вот его агро агро со звуком ковер вот он сел лег сейчас он перестает махать плавниками только тогда когда сидит или лежит его голос характеристики 4000 здоровья 200 выносливость лечение также 200 скорость 32 ходьбы 72 бега 33 полета 50 аппетит 33 ночное видение это всеядное существо летающего типа весом 3000 временем роста 40 минут четвертого уровня защиты от кровотечения 40 процентов у нее есть area white blast замедляет ближайших существ на 50 процентов увеличивает скорость пользователя на 50 процентов при полете это вот такое лечебное летящее существо мне нравятся эти кольца воды или что это покажется воды очень красиво смотрится необычно и следующее существо которое дается нам за то что мы получили трех предыдущих это новосварден подпишитесь на канал а мы сейчас начнем его обзор так у нас появился новый вардан новый страж посмотрите выглядит он как элементаль воздуха камней очень интересный цемец от самки отличается вот такими вот шипами внизу головы так новосварден появление этого стража знаменует собой начало новой жизни но его трудно заметить поскольку он может путешествовать по земле небу и морям но восхранитель большой величественный зверь связаны невероятные жизненные силы и магии настолько сильны что в ауру иногда помогает элементам вокруг него процветать у него такой же уровень интеллекта как и у других стражей обычно он остается под водой одиноки но многим существам нравится окружать его из-за положительной природной ауры который он излучает у него нет глаз вместо этого он использует чрезвычайно длинные выступы чтобы видеть окружающий мир большая часть времени он пассивен и атакует только в случае реальной угрозы обычно встречается в одиночестве каким образом это существо появилось сценарий совершенно неизвестно каким-то образом каждый раз когда он появляется он выглядит совершенно свежим и нетронутым а также является самым последним замеченным хранителем за что получил название новос страж он любит плавать в воде так как использует меньше своей магии иногда он выносит застрявших посреди мари существ на берег новос варден это раса способная чувствовать эмоции и хаура полностью меняется когда они в плохом настроении заставляя тех кто слишком близко к ней чувствовать себя неловко а еще он может смеяться об этом говорит как раз его анимация агра вы только посмотрите на нее он не может злиться он смеется ну или это зловище смех следующая анимация это ковар вот так вот он голову спрятал мне нравится как он обтекается ветром вот он сел и лег его голос его характеристики здоровья 10000 уносливость 95 уровень 40 скорость 36 ходьбы 58 бега 15 полета 90 аппетит 1 из 3 ночное видение это всеядное существо вездеходного типа all terrain 16 тысяч веса 85 минут время роста 5 ты уровень 90 процентов защиты от кровотечения и есть сопротивление урона дыхание 90 процентов его способность это облачное дыхание он наносит 0 процентов урона дает регенерацию воды и образование грязи у этого вардена таким образом ваш варден получает регенерацию здоровья в полтора раза плюс статус грязи которая дает выносливость воду и восстанавливает один процент текущего здоровья еще у него есть ватер галл он накладывает тоннельное видение и замедление на ближайший цель снижает атаку и эффекты атакующего так же как у всех хранителей у него есть ярость стража варден дрейдж и вот у него выглядит это кольцо вот таким образом это ветер или водный поток выглядит все это очень красиво еще посмотрите как он интересно переносит других существ своей лапки идет опираясь на вторую пару своих лап бегает он вот так как будто бы летит очень интересно друзья напишите в комментарии какой из существ лсс ивента вам больше всего понравилось смогли ли вы выполнить эти миссии а главное действительно стоимость очень большая поделитесь пожалуйста этим в комментариях и не забудьте подписаться на канал мультик плеер всем удачи и до встречи в новых видео пока пока